Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Муниципальные служащие стали спать на час меньше. С 6 утра начинаются обходы главы Анапы по городским улицам. Праздник голубых беретов. На курорте отметили дату образования воздушно-десантных войск. Парковая зона – не место для парковки. Совместный рейд сотрудников администрации, полиции и казачества выявил нарушителей. На городской планерке в администрации города назвали имена вновь назначенных руководителей и определили первостепенные задачи текущего дня. Заместителем главы города, курирующим вопросы курортов, туризма и торговли, назначен Александр Владимирович Ким. На время отсутствия руководителя муниципального контроля, временно исполняющим обязанности, начальника этого подразделения назначен Арам Павлович Куктиев. Если есть мнение в структуре, и из юридической службы нашей выделены подразделения, которые, можно сказать, вернулись назад в управлении архитектуры создан юридический отдел и в управлении имущественных отношений. Точно так же создан юридический отдел. И сейчас я подписал постановление по назначению моим первым заместителем Бузунова, Анжелике Анатольевне. Прошу любить и жалову. Первый заместитель главы города, Анжелика Бузунова, среди ряда своих поручений особо выделила вопрос по организации в городе мероприятий по доступной среде. Я попросила вас еженедельно докладывать о проделанной работе в этом направлении. Сколько мы на территории муниципального образования сделали новых пандусов. Я попросила вас провести ревизию на пляже. Там, где у нас есть вот эти вот деревянные настилы, ну, чтобы они были в нормальном состоянии. Если нужно где-то отремонтировать, значит, им строй сразу идет и ремонтирует. И все это будем освещать. И подготовиться на следующей неделе. Мы планируем провести на территории нашего муниципального образования круглый столб. В частности, здравниц. У нас очень доступны здравницы. На нашей территории есть здравницы, которые вообще специализируются на реабилитации инвалидов. Мы должны все это показать. На самом деле, у нас просто этой информации не хватает. Глава города потребовал ускорить работы по проектированию благоустройства Пионерского проспекта. Жизнь спальных микрорайонов скрыта от глаз большинства наших гостей. Но это не повод забывать о санитарном состоянии и внешнем облике дворовых территорий, магазинов и социальных объектов. Поручения практически по каждому направлению деятельности администрации получили заместители главы и начальники управлений во время утреннего обхода с главой Анапы Сергеем Сергеевым. Время и место сбора сегодня 6.30 утра на улице Чехова. На вопросы главы отвечает руководитель управляющей компании «Коммунальщик» Валерий Колнаузов. В оперативном управлении этой компанией большая часть здешних домов. С первых шагов в глаза бросается открытое подвальное помещение. Для клиентов ли торговой точки или для местных бездомных здесь приют. Серьезная прореха с точки зрения безопасности. Поэтому поручение управляющей компании – еще раз проверить все чердаки и подвалы. Спортивная и детская площадка – центр притяжения дворовой детворы. Отремонтировать и вдохнуть жизнь в откровенно заброшенный уголок спорта вполне могут те, кто строит неподалеку еще один жилой дом. Вот обременение. Что надо сделать? Площадку спортивную, без расчета по количеству жителей, проживающих здесь. По квадратным местам. Ну это же не площадка, это же пороги. Это не пороги. Это конечно не пороги. Кто-то время, место просто занимает и все. Каждое разрешение должно быть предметом. А городские службы должны постоянно заботиться о ремонте лавочек и урнах. Их почти здесь нет. И вот на эту разбитую дорожку стыдно смотреть. Переложить плитку много времени не надо. Магазин «Авойска» прикрыл фасад патриотичным плакатом, а вокруг грязь. И неудивительно, торгуют алкоголем круглые сутки. Даром, что рядом полиция. Торговать со скольких? Торгуют только что. Почему отдел работает? Красава, вот кто-то крышует. Мы читаем. Смотри, сколько продавцов. Вот посчитай. Раз, два, три, четыре. Посмотри, где на улицу, что творится у них перед магазином. Это кроме насуточно. Они должны кроме насуточно здесь мыть и убирать вокруг этого магазина. Даже в таком строгом законодательстве, как оборот алкогольной продукции, коммерсанты находят лазейки. Оформляют в краевых структурах лицензию на свои торговые точки, как на закусочные. Прикрыть лавочку, от соседства которой наверняка страдают окружающие. Этого потребовал глава курорта. Изучить мнение местных жителей, заактировать бойкую торговлю в неурочное время и направить документы в край для лишения лицензии. Не впервые звучит критика главы Анапы. Школьная спортивная площадка недоступна для жителей. Зачем она нужна, если постоянно на замке? Смотрите, вот хост. Есть признаки, что здесь дорожка на топ, что здесь люди ходят. Теперь посмотрите на саму площадку. Посмотрите на саму площадку. Здесь давно никто не занимался. Людмила Георгина, возьмите на контроль. Огромнейший микрорайон. Вот там, я еще раз повторяю, 100 человек бегают и дети и взрослые. Здесь замок. Провести ревизию торговых объектов на Чеховской стометровке, убрать сухостой, отремонтировать бордюры и вывести мусор из стройматериалы. Подводя итог обходу, Сергей Сергеев напоминает, поручения звучат для того, чтобы их выполняли. Повторный объезд он сделает сам и вывод об исполнительности своих подчиненных. Городские службы в оперативном режиме устраняют недочеты, выявленные в ходе утреннего обхода городских властей. Также ведутся плановые работы по благоустройству. Переносной генератор, чтобы подключить необходимые электроинструменты. Все это умещается в небольшой грузовик. Бригада специального назначения. Еще утром пара скамеек возле школы номер 6 были сломаны. Их отвезли в мастерскую и этим же днем привезли на место полностью отремонтированными. Рядом на участке улицы Астраханская явно не хватало урн. Это также было отмечено в ходе утреннего обхода. Теперь горожанам и гостям города не придется нести обертки из-под мороженого или одноразовые стаканы целый квартал. Все задачи, которые ставятся непосредственно ремстрою, они выполняются в кратчайшие сроки. Сложностей никаких нет. Материалы есть, все есть и желание. Люди профессионально выполняют свою работу, никаких проблем. Это тоже задачи из разряда срочных, но выполняется уже в рабочем режиме. Старая конструкция с фонтаном на въезде в город не просто проржавела, местами даже прогнила. Ее необходимо было срочно демонтировать. Это реальная угроза для жителей и гостей нашего города. Посмотрите, он за неделю дал просадку 51 сантиметр, сделал крен на одну сторону. Конструкции все проржавели полностью. Видите, ничего не держит. По итогам сегодняшнего обхода в план включили благоустройство тротуара на одном из участков улицы Стаханово. Сейчас аналогичные работы идут на улице Маяковского. Также необходимо к 1 сентября сделать пешеходную дорожку по улице Школьной в Витязево. Под личным контролем главы Анапы Сергея Сергеева не только вопросы благоустройства, но и качества оказываемых населению коммунальных услуг. Особое внимание деятельности управляющих компаний. О том, что рост тарифов не всегда сопровождается повышением качества услуг, накануне говорил губернатор Кубань Вениамин Кондратьев. Руководству края в июле поступило более тысячи жалоб на перебои с электроэнергией и подачей холодной и горячей воды. Глава региона предложил обязать всеуправляющие организации отчитываться перед жильцами о проделанной работе с предоставлением всех необходимых документов. Это огромная отрасль, которая нуждается в модернизации. На нее нужны деньги и только за счет бюджета этого не сделать, подчеркнул глава региона. Но нельзя допустить, чтобы кто-то грел руки на завышении тарифов, ни энергоснабжающие, ни управляющие компании. Те, кто завышают легитимную норму, должны нести за это ответственность вплоть до уголовной. Конец цитаты. Сегодня в России отмечают один из главных праздников вооруженных сил – День воздушно-десантных войск. На торжественном митинге в честь этой даты побывала наша съемочная группа. В войсковой части 4515, входящей в состав гвардейского артиллерийского полка, с раннего утра встречали почетных гостей. Ветеранов локальных конфликтов, офицеров запаса, командиров воинских соединений и других частей. Всех тех, кто посвятил свою жизнь воздушно-десантным войскам. Поздравляю вас с этим замечательным профессиональным праздником. Желаю вам доброго здоровья, успехов, боевой подготовки и, самое главное, мирного неба над головой, чтобы ваше мастерство пригодилось только в мирное время. Настоятель храма Серафима Саровского, отец Александр, особо подчеркнул важность служения отчизне. Именно сегодня, 2 августа, православные празднуют День пророка Ильи, покровителя всех воинов. Здесь же, на плацу, военнослужащие получили благословление от настоятеля храма, а в память о погибших десантниках воинский караул отправился на возложение венков в сквер воинской славы. В рамках праздника личный состав воинской части получил от командования почерительные награды. Почетными грамотами были отмечены офицеры и солдаты. Кроме этого, рядовой запаса Игорь Боровиков получил особую награду от Союза десантников – Орден Маргелова. Этой наградой отмечаются воины, внесшие особый вклад в развитие и укрепление боеспособности ВДВ. ВДВ они всегда были элитные войска, такие считались. Трудно, сейчас тоже нелегко, хоть и вооружение хорошее поднимается. Ну, без пота никак. Ну, жить надо, елки-палки, защищать Россию, не стесняться. Вообще, ну, армия, вообще, армия сейчас престижная. Перед армией подготовку спортивную обязательно, чтобы уже не к каким-то там хрупикам прийти. Ну, а там уже, как говорится, фронт покажет. После митинга все желающие смогли отведать солдатской каши, которая была сварена по всем армейским традициям на полевой кухне. Здесь же, в расположении части, прошел праздничный концерт, организованный силами личного состава и творческими коллективами города. Сотрудники администрации, полицейские и казаки провели рейд в парке в районе реки Анапка. Нескольким автолюбителям вышли квитанции со штрафом. Также проверялись документы на торговых точках. По парку накануне вечером прошлись две таких группы. В каждой представители муниципалитета, казачество и сотрудник полиции. Обнаружили сразу несколько автомобилей, припаркованных в парковой зоне, что запрещено. Из-за этого полагается штраф в полторы тысячи рублей. Нарушения фиксируют на мобильный телефон. Это доказательство для суда. Также одна из задач – проверить с торговой точки, чтобы у всех были документы и находились они в строго предписанном договором месте. Подобные рейды и далее будут проводиться на регулярной основе. Внимание и экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 5 августа местами в крае ожидается пожароопасность 4 класса. Высокая вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям Анапы, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok